приветствую всех на нашем канале обзор будет на видео самвела лечит севка колю буквально вытаскивает его с того света ведь настолько человек болен что потребовалось перевести его снова в квартиру севки не знаю может быть нанимали специальную скорую помощь но там случае чего если остановка сердца и аппарат искусственного вентиляции легких но все что угодно ведь такой тяжело больной человек ну правда что мы в самом деле вот как будто не понимаем что происходит ведь все же происходит на наших глазах ведь мы же видим это как сильно коля болеет севка говорит я назначил ему лекарство я и отменил так с этого момента немножко поподробнее кто будущий светило медицины коля или сам вел вообще вот я смотрю на этого болезненного николашу и думаю пахать на нем надо лицо кровь с молоком горцует как-то лошадь на плацу но ведь везде бегает с овраской но вот какой такой уход за ним особый требуется который он сам не смог бы себе обеспечить лежит сосиской в кровати болтает ножкой и снимает благодетеля а благодетель то хорош одарил коленьку честь по чести последняя модель айфона заказана а чуть так плохо подготовился надо было заранее чтобы к нужному дню она уже была какое-то упущение и плюс букет красных роз дорогой бриллиант дорогой оправы требует да все не так то просто не халям болям еще и в кроватку свою уложил ну просто знать весь мир бросил под ноги николеты пусть топает слоник на радость сам вел чеку 2000 баксов татьяна васильна это вам не тысяча гривен потраченная на ольгу леонтьевну вы попробуйте вот эти деньги забрать вот тут возмутиться и устроить скандал вам быстро объяснят что почем мамки чтобы заработать такие деньги ой как надо ушками то пошевелить а коленьке пару взмахов ресницами и дело в шляпе попросил у сам вела рюкзак из америки уперся севка помните рюкзак который прислала дочка юры не подписывается но я думаю что это не от того что севке жалко это просто такие ролевые игры у них ночка пройдет и рюкзак будет колен если он не пообещает ему чего-нибудь поинтереснее и так севка устроил распродажу теперь уже своих шмоток монаток кругом кричат не прогадай купи-продай купи-продай обеднел бедолажка раньше вещи свои отдавал потом говорил я отнесу к мусорке и там забирайте кто хочет а сейчас нет продает не хватает хотя как он недавно хвалился я столько себе заработал что ну буквально чуть ли не на одну жизнь ему этих денег хватит который он заработал в youtube так что же тогда вот эта продажа вещей идет и постоянное нытье нету денег нету денег от кого не послушаешь бедные несчастные сироты нет денег диана плачет денег нет мало зарабатываю не даже 11000 гривен купить какой-то раз несчастный шкафчик также сам был не хватает мамки тоже на рыбку не хватает красную на таблетки не хватает но потом же после съеденной рыбки надо же себя будет полечить до здравомыслящему человеку трудно поверить что кому-то действительно нужно то что они продают но фанатика ведь никто не отменял мне кажется такие люди они немного не в себе и слегка с февралем вот тот самый валет февральские у которого не не хватает я и верю в то что берут потому что понимаю что люди есть разные и могут настолько фанатить от адамянов что будут брать не только севкина но и бабы танина а что у каждого свой кумир а с другой стороны и не верю потому что ну странно ну кому это в самом деле может быть и нужно ношеное одни глупцы слали другие покупают но мамка теперь конечно сыночком своим ой как довольна вдалбливала сыну в голову вдалбливала и вот на пятом десятке все-таки вдалбила что дай-дай уехал в китай и сказал никому не давай но от ненасытников не так-то просто избавиться пусть татьяна васильевна посмотрит был подарен телефончик ой какой дорогой чего это коля у тебя спрашивала татьяна васильевна если он болеет а как иначе то ну чай не чужой человек вот ты вышка в этом отношении должна понимать действия сына как никто другой ведь она не от одного алкаша своего не пожелала избавиться а тут целый николаша друг не побоюсь этого слова сердечный друг беде не бросит лишнего не спросит вот что значит настоящий верный друг и так друг есть друг но вернемся к нашим бараном такая темень в спальне темнота друг молодежи на мать орет как у тебя темно и мрачно а у самого как в пещере или тут другое дело приглушенный свет ровно такой как нужен да распродает севка вещи попадаются неплохие фирменные вещи через недельку ждем с охи ахи вздохи что нечего ему бедолажки одеть выйдет ночью в поле пусть сожрет медведь все равно ведь в люди нечего надеть и пойдет покупать всякую лабуду круговорот нытья и барахла в жизни одного одомяна сколько у него этой одежды а ходит как сами мы не местные от поезда отстали помогите люди добрые кто чем может от весь в мать как влезет что-то одно и вот пока она не разлезется на них пока не слезет с их плеча они будут в этом ходить но расслабление это конечно не просто так но явно лыжи смазывать собрались это сто процентов сам вы вроде бы и говорит об этом и подтверждает и все это вроде как в шуточной форме но он прекрасно уже понимает он волк матеры на ютюбе он знает как это нужно сделать вот сейчас он вроде бы скажет я уезжаю потом ну я же пошутил а там посмотрит по обстоятельствам нужно будет свалить свалит скажет я предупреждал я вам рассказывал ну а если вы не поверили то чьи проблемы это же ваши проблемы хотя я прямо говорил я же не врал если получится так что не будет необходимости такой устро уезжать скажет но я пошутил я просто делал контент ну шо вы господи как здрасте как будто первый раз вы на канале первый раз вообще видите youtube и не в курсе какие здесь игры ведутся коля меня вообще во все во всем этом действии поразил он помнит все кто какую вещь прислал если вещь покупалась то он помнит в каком магазине и за какую сумму представляете ой в этом видео началось то чего я надеялась что не произойдет хотя на подсознательном уровне и понимала это произойдет твою ж мышь труселя продает труселя как можно взять себе ну если будет покупать мужчина да вот как можно покупать себе с от чужого мужика от другого пусть даже постиранная хоть как если будет покупать женщина но вот как она своему мужчине я не знаю сыну отцу господи мужу с чужих гениталий трусы тем более зная всю подноготную севки где кто что даже одних догадок на его интемную жизнь это достаточно чтобы не покупать а уж если знать так тем более он не пойми куда свой срамной ут сует а потом покупайте секонд-хенд за большие деньги он откровенно стебется он открыто ржет с людей продает вот эти свои копыта сатира кому они нужны но он ладно отдел для прикола но люди если в самом деле если я не ошибаюсь полторы тысячи гривен вот эти вот копыта но куда человек в них пойдет что он будет с не делать интересно деньги от продажи этих вещей пойдут на николашу самвелу мамки я думаю желающих откусить от этого куска более чем предостаточно но самвел не обделит ни маму не колю мама свое уже получила теперь очередь коле они обе девочки капризные чуть что истерику могут закатить обидится а уж как коленька умеет губки дуть татьяне васильевне конечно до него расти расти вот таким вот был мой обзор на этом я буду его заканчивать спасибо тем кто проявляет активность на канале подписывается оставляет свои комментарии ставит лайки всем пока